Вышивка, куклы из холодного фарфора, чулочные куклы, изделия из дерева, плетение на коклюшках. Работы, выполненные в этих техниках, можно увидеть на выставке «Рукотворное чудо» в Центральной библиотеке. Она проходит каждую осень на протяжении 13 лет, объединяя лучших мастеров города. И уже стала доброй традицией. Каждый год она собирает просто потрясающее количество участников. Мы не устаём удивляться росту талантов в городе Копейске. В этот раз на выставке 49 мастеров, которые представили более 300 работ в разных техниках, в разных материалах. И каждый год есть какие-то изюминки наших выставок. В этом году у нас просто какое-то наводнение кукольное, как я говорю. Потому что кукол в этот раз, ну просто, видимо, не видимо, мастеров очень много. Елена Сухорукова впервые участвует в выставке. Она создаёт чулочных кукол 8 лет. По словам рукодельницы, каждая её кукла имеет свой характер. И при создании как бы сама подсказывает, как её оформить. Первую свою куклу Елена сделала, посмотрев ролик в интернете. А теперь обучает этому мастерству других. Мне очень нравится. Мои персонажи все смешные, весёлые, такие эмоциональные. Мимо них пройти без улыбки просто невозможно. Вот, например, одна из моих работ. Вот такой вот дед пивом, с гармошкой, с весёлым настроением, сидящий на заваленке, вечером распевающий песни. Как пришла идея именно создать такую куклу? Вообще, любая идея моих работ, она как бы вот, ну не знаю, приходит спонтанно. Я считаю, всё вокруг нас. При центральной библиотеке работает клуб «Волшебная игла», который уже много лет объединяет любителей вышивки и вязания. Участницы клуба не раз представляли свои работы на различных выставках. И это не стало исключением. В этом году я представила на выставку морскую тематику. Так получилось, что последний год больше вышивала морскую тематику. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что, может, на море давно не было и хочется на море. На русалочках я вышивала. Там бисер пришит. На люрексовую ниточку, то есть для того, чтобы подчеркнуть вот блеск, внутренний блеск бисера, чтобы он интереснее смотрелся. Довольно-таки сложно просто ей вышивать, бисер пришивать ещё сложнее. Выставку «Рукотворное чудо» сможет посетить каждый желающий. Она будет работать до 7 ноября.